МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое и самое дорогое слово «мама» – в регионе протягивается тыдень мате. Епископ Светлогорске – векарый Гомельской епархии. Владыка Амвросий отказал на питание наших корреспондентов. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Як чакается, с 7 листопада открыться рух автомобильного и грузового транспорта по мосту на трассе Мяжа РФ «Мяжа Украины». Гомельчане ведают этот участок как объездную дорогу. Причем их этой подеи чакаются не только автомобилисты. Зменение транспортных потоков позволит полепшить экологичную ситуацию в Гомеле и провести в областном центре ремонт дорог, пошкоденных буйногабаритным грузовым транспортом. Протяг темы – далее в сюжете. Работы на объекте протягиваются круглые сутки и без выходных. Зараз тут завершается будовиниство подъездной дороги, на которой худка появится асфальт. До укладки дорожного покрытия рыхтуется и непосредственно мост. До 7-го листопада, когда им будет открытый рух автомобильного и грузового транспорта, необходимо провести не только все технологичные работы, а и выпробование на трывалость. Межтым открытия нового моста сегодня шакают не только у ладальники транспортных сродков. Переразмеркование потоков после закрытия руху на объездной дороге не самым лепшим чином отбилось на экологичной ситуации в Гомеле. Сегодня в городе Гомеле в Гомельском районе выбрасывается около 40 тысяч тонн загрязняющих веществ от автотранспорта. И если сделать разложить их на Гомель и Гомельский район, то это порядка будет 35 и 5 тысяч. И поэтому мы понимаем, чем больше транспорта пойдет, минуя город Гомель, и, соответственно, в связи с этим меньше загрязняющих веществ выбросится на территорию города Гомеля. Поэтому эта транспортная развязка напрямую связана с загрязнением города Гомеля выбросами от автотранспорта. Еще одна проблема, которая возникла по причине повеличения транспортного потока у грузового транспорта «Празгомель» – тычется стану дорог. В первую очередь на участку, который буйно-габаритный транзитный транспорт выгаристовывал для проезда. Не глядя на то, что дорожники периодично проводят тут ремонтные работы, ситуация застаётся непростой. Так званая колейность дорожной безопасности явно не сприяя. После открытия руху по новым мостям ситуацию начнут выправлять. На сегодняшний день всё движение, которое шло по мосту через реку Сожа, направлено в обход через город. То есть, в свою очередь, этот большой грузный транспорт разрушил часть улиц и дорог города. В составе проекта мы их будем восстанавливать. Мы уже приступили к восстановлению, но основную часть выполним в следующем году силами подрядчиков и Гомеля-Автодора. Все дороги, по которым идёт сейчас транспорт, и они потерпели разрушение, будут восстановлены. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Юген Макинка, Телерадо, компания «Гомель». Отправила в догляду за новонародженными до отломочения правов женщины у семьи. На Гомельщине протягиваются мероприемства с нагодой «Тый дня мать». Сегодня в областном драматическом театре по инициативе регионального объединения Белорусского союза женщин отбылась очень полезная акция. Тут на протягу двух годин бесплатные консультации оказывали медики, юристы, представники Центра социального обслуговывания насильства. Под обязанностей у Марины Джалой. Коли Светлана Костюшенко довидалась об акции, одразу вырошила пройти. Литерально, что день у жизни заявляется питание, вырошение, яких откладывается на поты. А тут такая добрая махчимость за полгодины проконсультоваться с розными специалистами, экономя часу и грошей. Узнать о себе побольше. Вот я узнала свое давление, свой вес, дали рекомендации. Ну, поинтересоваться своим здоровьем. Как здоровье? Замечательно. Буду долго жить. Побольше стилизованный спавивальный столик. Тут медицинские работники глумачат, как правильно лечить вочки новонародженных, и как спавивать немаулят. Смачиваем ватный шарик теплым фарацелином или теплой водичкой, кипяченой теплой водичкой, так, и вытираем от наружного края к внутреннему, так, и сбрасываем. Затем берем второй ватный шарик, тоже смачиваем, и от наружного края к внутреннему, так. Если остается водичка или фарцелин, мы удаляем сухим уже ватным шариком, так. А затем берем сухой ватный шарик, набираем капли, которые доктор ему выписал, так, ребром ладони, мы держим лобик, потому что ребенок наш подвижный, так, и оттягиваем именно нижнее веко слегка, и ближе к внутреннему краю, не дотрагиваясь, так, на весу, одну или две капельки, и затем отпускаем. Если остается, мы удаляем. Девчины, которые смотрят за процессом, знают, что то, что, на первый взгляд, сдается очень простым, имеет свои тонкости, которым нужно учиться. У меня еще нет детей, я сама медицинский работник, медсестра, и мне эта информация очень полезна. У фойе старшиня Гомельской областной нотариальной палаты Маргариты Жорова рассказывает присутным, как правильно будовать одно сену семьи, и как женщина может застираться себе при развитии с мужчиной. Например, можно задуматься об складании шлюбного договора. Такие документы гаранты обеспеки. И с каждым годом пары заключают их. Усё частей. Как часто создаются брачные договоры сейчас? А вот вам хочу сказать, что в прошлом году у нас было 357 брачных договоров, заключенных именно в Гомельской области, во всей. Но если учесть, что его ввели в 1999 году, а в 2006 было только 6 брачных договоров. То есть есть прирост. Но наша ментальность такова, что мы пока стесняемся сказать друг другу, а давай заключим договор. А это совершенно не обидно. Это на укрепление семьи направлено. Так что давайте, дерзайте. Об семейных конфликтах, у которых покутают дети и женщины, расповедают психологи Центра социального обслугования насильства. Например, каждый месяц, когда 20 человек, звертаются до их со скаргами на насилие. Физичное альбо психологичное. Специалисты рают. Не треба молчать и терпеть. К сожалению, случаются такие ситуации, когда люди оказываются один на один со своей проблемой и не знают, куда обратиться за помощью. К таким ситуациям относится и проблема домашнего насилия в том числе. Мы подготовили информацию, куда человек может обратиться, телефоны горячих лимфей. Также у нас есть небольшой социальный опросничек, который человек может пройти для себя и для себя понять, подвергается ли он насилию в семье или нет. За несколько дней, обвешанных тыднем мате, региональный союз женщин проведет на Гомельщине свыше сотни мероприемств. Проводим для наших женщин различного возраста и по различным аспектам. Мы хотим, чтобы они сегодня получили максимальные ответы, хорошие ответы на все их жизненные потребности и вопросы, которые у них возникают. День мати 14-го кастричника будет наполненный цикавыми и крональными мероприемствами. В этот день каждая женщина, чекая почувствовать от своих детей самые головные слова «Мама, я тебя люблю». Марина Джала, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Высыпаться, отпочивать после работы, радовать и даже баловать себе. Такие парады дают психологи и психотерапевты в осенне-зимовый период. Сегодня – солнечный день психичного здоровья. Перепады настрою, больше худкая оставляемость и погаршение самоотчувания. Даже психично и стрессоустойливые, но метазолежные люди в пару изменливых авосинских надворья начинают больше сумовать и означают у себя упадок сил. И это нормально. В таком случае достаточно регулировки режима працы и отпочинка, поддержки родных, выделение часа на любимое или новое захопление. Но старается, что самостоятельно наладить свой психологичный стан человек не может. Тогда необходимо вернуться до психолога или психотерапевта. И лучше делать это своечасово. Такая допомога, дольная вернуть людям не только добрый настрой, а ли и вырошить проблемы, якие пирожка джали уже тим. Сейчас во многих поликлиниках города Гумеле есть психологи, работающие либо психотерапевты. Также на районах, в центральных районных больницах есть данные специалисты. И на данный момент уровень образованности терапевтов и других соматических специалистов достаточно высокий. Они сами могут порекомендовать, куда обращаться. Главное, не бояться спрашивать, просить помощи и заботиться о своем психическом здоровье. Нагадаем так само, что отримать экстренную допомогу у кризисной ситуации можно по телефоне доверу, анонимно и бесплатно. У Гумеле линия, створенная у областной психиатричной больницы, працуя круглосуточно по номеру 315161. У Гумельской епархии назначен векарный епископ с титулом «Светлогорский». Просвящение архимандрита Амвросия в Новый Сан пройшло в Москве. Его означал патриарх московский и всей России Кирилл. Сегодня просвященный Амвросий служил свою первую литургию в новом статусе. На ней побывала Ганна Корольчук. С Никольским мужчинским монастыром связано 25 годов его життя. Тут Амвросий принял пострых, служил рызничим, настоятелем монастырского подворка, загадчиком канцеляры. 7 годов тому стал наместником монастыра. Символично, что первая литургия у якости епископа для Амвросия проходит минавито тут. Павеншавать нового векара Гумельской епархии пришли десятки верников и представников духовенства. Тех, кто ведает его на протягу долгих годов. Владыка Стяфан у своем звороте пожадал Амвросию мудрости, терпения и крепости сил. Кого представляют епископы, это не просто служение, а уже это Голгофа, на которой распят человек. Первые дни служения епископа – это цветы, поздравления, благопожелания. А дальше начинается будничная жизнь, борьбы, ваш путь далек еще. На нем будет много и роз, а в роз здесь шипы. В детстве, будучи у ладыка Амвросий, наведал храм разом с бабулей. Она и допомогла юнаку устать на православный евангельский шлях, который сегодня привел его до епископского служения. По коль, что Амвросий протягивает заставаться наместником Никольского монастыра, или в той же час отправится служить и проповедовать на Светлогорской земле. В первую очередь, епископ – это возглавитель богослужения. И поэтому первая задача, которую, если мне благословит правящий наш владыка, то я и буду выполнять. Но в первую очередь, это, конечно же, божественная служба. Служение на приходах. Стефана я неоднократно посещал город Светлогорск по случаю разных мероприятий, которые проводились в Гомельской епархии. Поэтому, да, действительно, я знаком и с прихожанами, и особенно с духовенством Светлогорского благочения. Поэтому этот город мне знаком. Сегодняшняя литургия присвячена памяти апостола Аристарха. Зразумело, что верники в этот день узгадывают первого керавника Гомельской епархии – архиепископа Аристарха. 22 годы владыка присвятил духовное услужение на Гомельщине. И он был не только святком, а и удельником смены эпохи в истории православной церкви. За свою деятельность Аристарх стал лауреатом премии президента Республики Беларусь за духовное отражение и гоноровым гражданином города Гомеля. В 2012 году его поховали на территории Никольского монастыра. Ганна Корольчук, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». У Беларуси затвердженный график переноса рабочих дзен в наступном годе. Так, на Новый год отпочивать будем не только первого, а и другого студента. А четвертого – працовная суббота. На рожство беларусов чекают три выходные за пар. Рабочий день с понеделка шостого студента переносится на субботу 11-го. Еще одна працовная суббота будет четвертого красавика. За понеделок – 27-го красавика. Сегодня в нашей стране завершаются дни детячей и юнацкой книги России. В рамках этого проекта «Гомель» наведали российские одежды мастерства, как провести творческие встречи и презентации в нарушальных установах города. На их побывали наши корреспонденты. Его песни ведают и любят как малые, так и дорослые. Композитор и кинематографист Рыгор Гладков является рекордсменом книги рекордов Гиннеса России по колькости выпущенных альбомов с песнями для детей. У «Гомеля» он бывал несколько разов, а у «Гэты» наведал гимназию номер 14, как порадовать своей творчестью, я ее учнил. Дети дружно подпевали автору с залы, а песню до мультфильма «Пластелиновая ворона» выконывали изъем на одной сцене. Гимназисты у свою чаргу выступили с вершами, а Рыгор Гладков аккомпанировал им на гитары. По словах композитора, поэзия и музыка связаны из-за усёды и дуть побач. Я читал, что во Франции стихи без музыки, они вообще не нужны никому. Просто уже на обочине где-то, потому что интернет всё забил. Но положенные на музыку, они становятся известными и популярными. То же самое у нас. Песня вот «Из роня и судьбы», например, с музыкой Теревердиева. Или вот Андрей Петров писал музыку к фильмам Ильдара Рязанова. Поэтому мы музыканты, мы служим поэзии, слову. А кроме Рыгора Гладкова, у Гумель с творчими сустречами приехали мастак-иллюстратор Юрий Богачоу, письменница Ирина Богатырова и литератор и сценарист Светлана Волкова. А Пошня, до речи, была лауреатом первого международного конкурса имя Сергея Михалкова на лепший мастацкий твор для подлетков. Всё лето и он проходит у сёмый раз. В сентябре этого года был объявлен седьмой международный конкурс. Статус его повысился, потому что понимаешь, что получая рукописи из других стран, надо что-то делать, привлекать и тех людей, которые хотят участвовать. Поэтому он международный. Эту идею поддержал МИД России. И, естественно, помимо статуса у нас повысились и премиальные денежные вознаграждения. Удельником конкурсу может стать полнолетний аутур, который написал твор для подлетков в возрасте от 12 до 17 годов. Отправить свою работу треба до 10-го снежня этого года. Оценивать ей будя профессийные и молодёжные журы. А кроме диплома, медалей и грошовой узнагороды, переможцы отрымают право на выдание книги. Дарыч и конкурс имя Сергея Михалкова уже допомог выездить в свет больше, чем 50 выданям. Ганна Коральчук, Александр Лупиненко, Василь Осипцов, Игорь Марышенко, Теллер, радиокомпания «Гомель». У Гомеля проходит чемпионат по самообороне спортивного товариства «Динамо». Супрацовники правоохолных органов высветляют, кто лепше в рукопашной борьбе и практикованиях по самообороне. На турниры побывала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. В чемпионате спортивного товариства «Динамо» по самообороне удельничают супрацовники правоохолных органов, выротовальники и войсковцы. Вызначать лепшего будут на протягу трех дней. С поборницей проходит в семи ваговых категориях. Самая легкая – до 62. Тяжкая – свыше 100 килограммов. Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап – это показ боевых приемов борьбы, то есть самозащита с оружием, без оружия, все как положено. И второй этап – это уже непосредственно схватки с соперником. Участвуют больше 180 спортсменов. Порядка 15 спортсменов, которые имеют спортивные разряды и звание от кандидата мастера спорта до мастера спорта. Рукопашная борьба мая прикладное значение для супрацовников правоохолных ведомствов. Удельник турниру супрацовника МАП Павел Гатальский ранее был профессийным спортсменом. Мае звание мастера спорту. У динамовских споборництвах выступая регулярно. Летость стал серебряным призером по самообороне. Как говорится, здоровым телом, сильным духом – это помогает не в будних днях, а участвует, представляет свое подразделение. Особо удивляться нечему. Самое тяжелое – это тренировки, этап соревнований. Это уже более легкий вариант, как подойти психологически и сделать то, чему тебя научили показать на соревнованиях. В эти дни подобные чемпионаты проходят во всех областях краины. Переможцы региональных этапов у Снежни приедут в Гомель на республиканский финал. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. В Гомеле по подозрению в убийстве 38-летнего гомельчанина, который с августа этого года очислился без вести пропавшим, задержан его родной 42-летний брат. Совместно с сотрудниками милиции и экспертами следователи провели осмотр предполагаемого места совершения убийства, а также участка местности, где были найдены останки предположительно потерпевшего. Назначено проведение ряда экспертных исследований. Следователи с применением видеозаписи провели допрос подозреваемого и проверку показаний на местах происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Раскрошил бетонный забор и врезался в дерево. В деревне Гребень Житковического района пьяный водитель, к слову, не имевший прав, разбил ауди. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу, там его занесло, развернуло, откинуло на обочину и прямо на бетонный забор, после чего машина врезалась в дерево. Пассажир, который находился на заднем сидении, был доставлен в больницу, но позже отпущен домой. В ГАИ напоминают, что вождение в состоянии алкогольного опьянения – опасное и незаконное занятие. Совершил ДТП и убежал в лес. По Цветлогорскому водитель на внедорожнике врезался в МАЗ, выбрался из поврежденного автомобиля и пустился в бега. ДТП произошло на трассе Р-82. Люди не пострадали. Автомобиль Митсубиши Паджеро врезался в грузовик и отправился в кювет. Мужчина, сидевший за рулем внедорожника, смог выбраться из поврежденного авто самостоятельно, но решил не дожидаться ГАИ и скрылся в лесу. В Гомеле дебошир на Мерседесе разбил окно водителю Ауди. Со словами «ты не умеешь водить» он подошел к автомобилисту и раскрошил боковое стекло кулаком. Осколки нанесли водителю Ауди порезы лица. Кроме того, испугались его дети, которые находились на заднем сидении машины. Со слов пострадавшего, перед тем, как распустить кулаки, водитель Мерседеса его подрезал и опасно тормозил перед машиной. Потерпевший обратился в милицию и зафиксировал травмы. Чтобы попасть в закрытое кафе, он разбил его двери. В Светлогорске мужчина не остановился перед преградой, желая попасть в обеденный зал одного из заведений города. Поздно вечером он разбил первую входную пластиковую дверь кафе и собирался вынести вторую, но был задержан сотрудниками департамента охраны. В заведении сработала сигнализация. Задержанный был нетрезв и оказался дебоширом со стажем. Возбуждено уголовное дело. На сегодня все. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4». Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле проходит ежегодный открытый турнир по теннису «Золотая осень». За призовые места борется больше 50 спортсменов. Это юноши и девушки до 12 лет из Гомеля, Минска и Бобруйска. Для сравнения, в прошлом году в турнире участвовали всего 30 человек. Завтра матчи начнутся в 10.30. Завершится турнир 13 октября. В этом возрасте, именно до 12 лет категории, наша команда в республике занимает практически ведущие позиции. Мы наравне сегодня можем бороться и с городом Минском, где основное направление тенниса у нас развивается, с городом Гродно, Витебском. Со всеми можем конкурировать. Наши ребята подрастают, показывают очень высокий уровень. То есть это показывает, что у нас тренерско-преподавательский состав хорошо подготовлен. В нашей области большой теннис развивается в Гомеле и Светлогорске. Однако уже сегодня спортсмены Гомельщины – главные конкуренты столичных теннисистов. Например, этим летом в спартакиаде детско-юношеских спортивных школ первой стала именно команда Гоцор по теннису, победившая с большим отрывом. А сейчас гомельчанка Стефания Непаренко готовится выступить на чемпионате мира по теннису в Монако. Ближайшие турниры для гомельчан – республиканское первенство и международный турнир среди сеньоров «Гомель Оупен-2019». Завтра в Гомеле стартует открытый областной мемориал памяти тренеров по вольной борьбе. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. В областной центр приедут спортсмены со всей Беларуси, а также Украины и России. Бои будут проходить на площадке Дворца легкой атлетики. Церемония открытия турнира в 10 часов. После этого сразу начнутся поединки. Еще одна хорошая новость для любителей единоборств. Завтра стартует пятый областной турнир по дзюдо. За победу будут бороться юноши 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. В гомель приедут дзюдоисты со всей Беларуси, а также из Украины, России, Латвии и Узбекистана. Все поединки пройдут в спортивном комплексе «Гомсельмаш». Старт соревнований в 12.00. В гомеле проходит Кубок Беларуси по боксу. В течение пяти дней 84 спортсмена со всей страны будут определять лучшего. Бои проходят в зале бокса областного центра Олимпийского резерва. Сейчас завершаются последние предварительные поединки. Завтра пройдут полуфинальные бои. Финал турнира запланирован на 12 октября. После последнего боя состоится закрытие Кубка Беларуси и церемония награждения. По вчерашнему дню у нас два наших гомельчанина боксировали. Они поиграли в довольно-таки упорных поединках. Сегодня уже Чварков, Мельченко, уже победители досорочно встали в этих боях. Предварительных уже вошли в полуфинал. И к другим новостям бокса. Гомельчанки Виктория Кебикова, Юлия Апанасович и Галина Бругевич завершили выступление на чемпионате мира по боксу в Улан-Одэ. Виктория Кебикова уступила представительнице Марокко. Юлия Апанасович не смогла одолеть свою соперницу из Германии. Несколькими днями ранее Галина Бругевич проиграла спортсменке из Узбекистана. Напомню, на прошлом женском мировом форуме в Нью-Дели Виктория Кебикова завоевала первую в истории Беларуси бронзу. В Калинковичах прошел турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера БССР Михаила Доленко. На ковер выходили борцы 13 и 15 лет. В этом году в турнире участвовали 10 команд из Гомеля, Светлогорска, Мозыря, Калинковичи, Минска, Бреста и Бобруйска. В этом году к белорусам присоединилась и борцовская дружина из украинского Мариуполя. Всего 115 борцов бороли за призовые места в 10 весовых категориях. По итогам соревнований первыми в своих весах стали гомельчане Семен Дойчев, Никита Межейников, Егор Новиков, Ян Белявский, а также Олег Кроголь из Калинковичей. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры подогнал «Симон»